Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. С вами Ака Эмири и по вашим запросам сегодня у нас лапша Биг Бон и обычная колбаска, которую я люблю больше всего на свете. Она настолько вкусная и обалденная, что прям мне не хватает слов выразить вам свои мысли по поводу этой колбаски. Еще у меня здесь дынька. Небольшая, совсем такую маленькую взяла и пепси. Не знаю даже захочу ли я пепси, потому что я обычно вот эту водичку от пикпона выпиваю, прям как ненормальная. Увидела комментарий под моим видео, и там девушка, Ксюша зовут ее, Ксюша, тебе огромный привет, написала, что Айка, почему ты так мало рассказываешь про квартиру, почему так мало показываешь. И блин, я просто боюсь надоесть вам с этой темой одной и той же, туда-сюда, одной и той же. А так я с удовольствием могу рассказывать тонкости и так далее. Просто мне кажется, что не всем это интересно, поэтому стараюсь постоянно об этом не говорить. Просто дайте мне знать, вам интересно это или нет. Или все-таки надоедает. Я заплатила за свой зуб, и уже где-то месяц постоянно забываю пойти к стоматологу. Он мне поставил временную пломбу, сейчас надо уже поставить ту, которая будет стоять навсегда. Он мне сказал, что я поставлю тебе пломбу, ты походишь, если никаких болевых ощущений не будет, придешь через три дня, уже месяц. Как это вкусно! Вопросы. Екатерина Усачева задает вопрос. Айка, у нас всегда в России покупаешь через риелторов и платится риелтору процент. Сколько процентов выплатила риелтору ты? И часто бывают случаи, когда риелторов просто кидают. Была ли у тебя такая мысль, и у вас практикуется ли это? Огромный тебе привет и спасибо за вопрос. С удовольствием отвечу. Естественно, у меня был риелтор. Не потому, что я не могла решить вопросы там, не знаю, с документами, а просто потому, что у нас 99, можно сказать, объявлений в интернете, а не через риелторов. Конечно, не знаю, где живете вы. У нас наверняка бывает такое, что риелторов кидают. Потому что мы сразу обменялись номерами с хозяином квартиры. Мы просто могли бы решить этот вопрос без риелтора. Тем более и продавец платит 1%, и покупатель. Получается, нам вместе выгодно это решить вопрос без риелтора. Ну, я как бы, знаете, не хочу грешные деньги. Так скажем, сказать, что риелтор там прям, когда мы занимались оформлением, прям участвовал в этом во всем. Он просто был как мебель, так скажем. Ну, здесь дело было в том, что я в свое время работала как раз-таки в этом паспорт-столе. И очень много тонкостей я знала уже. Он тоже знал. Ну, просто я моталась по документам и все такое. Везде должна была расписываться я. А он просто так пришел, можно сказать, посидел-посидел с мамой, там поболтал о том о сём и ушел. Я заплатила, получается, 600 монат за квартиру в риелтору. И хозяин заплатил там 500, так скажем. Чуть меньше 1% мы, получается, заплатили. Но особо никуда он меня не водил. Единственное, что сделал риелтор, выложил в интернет фотографию квартиры. Всё. На самом деле, я тоже человек не такой уж и простой. С каждым риелтором я не могу найти общий язык. Были такие, которые уговаривали тебя купить эту недвижимость. Один был, который постоянно говорил, что девушка, вам лучше приобрести в старом здании. Зачем вам новостройка? Это будет намного дешевле. Вам всё равно сдавать. Там уже есть ремонт. Я один раз сказала, два раза сказала, что я не хочу. В старом жилищном комплексе. Но всё равно время от времени постоянно мне об этом говорил. Я люблю людей, которым не надо по 100 раз говорить одно и то же. Например, звонит мне и говорит, на первом этаже есть квартира. Я говорю, я вам говорила, что я на первом этаже не хочу. Да. Но квартира хорошая. Я говорю, мои критерии это выше пятого этажа. Вообще не рассматривал низкие этажи. Почему-то всегда мне их предлагали. Кстати, больше всего и продают у нас первые, вторые, третьи этажи. А этот риэлтор максимально неразговорчивый. Если что-то говорит, он говорит по делу. Короче, очень удобно было с ним работать. Как же это? Горячий бульончик весь выпила. Сейчас, мне кажется, очень тяжело найти недвижимость. Прям без вот этих всех посредников. Потому что все объявления в интернете как раз-таки размещены этими посредниками. Когда я сначала позвонила в первый раз, риэлтор захотел больше. Сразу сказал, что мои услуги это 2% с вас и 2% с покупателя. Я сказала, что я 2% платить не собираюсь. Вкусно. Вкусно. Я уже выбрала кухню. Выбрала стол. Осталось-то всего-то на все. Переклеить обои. Следующий вопрос. Задает его Инесса. Инессочка, тебе огромный привет. Как отреагировал твой молодой человек на то, что ты приобретаешь недвижимость? Знал ли он, что ты копишь и что у тебя есть такая огромная сумма денег? Так как нашим отношениям уже скоро будет 2 года. Поэтому я как бы сильно от него ничего не скрываю на самом деле. Я ему рассказывала о том, что я хочу купить квартиру. Он был за. Изначально я хотела купить машину. И он говорил, что лучше купить квартиру, чем машину. Он очень рад за меня. Ему очень нравится квартира. Пока что он ее не видел. Буквально через 2 дня мы пойдем смотреть ее. Он всегда предлагает свою помощь. Так что в этом плане все хорошо. Ммм. Я ни от кого не скрывала. Например, подруга Жали знала, что я хочу купить квартиру. То есть ни для кого это не было как гром среди ясного неба. Вы в свою очередь тоже знали. Я вам рассказывала, что я ищу варианты. Я смотрю. Ммм. Папа знал. Все в общем знали. Следующий вопрос. Задает его тоже Инесса. После покупки квартиры были ли моменты, когда ты замечала, что люди тебе завидуют и как-то не могут скрыть свою злобу из-за того, что ты в таком юном возрасте купила квартиру? Абсолютно нет. Наоборот, все были за меня рады. Все было замечательно. Поэтому я себя не окружаю такими людьми. Все вокруг были очень рады. Больше всего негатива мне пришлось выслушать, когда я начала снимать видео в Ютубе. Все начали говорить, ой, как-то несерьезно, тебе заняться нечем. Короче говоря, никто в меня не верил. Любое дело очень сложно начать. У меня был коллега, у него была грандиозная идея просто бизнесом. И он делился с нами этой идеей, он делился с домашними. И домашние говорили, да нет, у тебя не получится, вот идешь на работу, приходишь, это достаточно, что-то там выдумываешь. И он не воплотил эту идею в жизнь, но потом, лет через пять, кто-то это сделал. Пепси даже не понадобился, потому что я выпила все. Спасибо, что досмотрели. Обязательно задавайте ваши вопросы в комментариях, не забывайте подписываться. Всех люблю, целую. Пока!